народ привет продолжаем рубрику из игрушки в модель сегодня будет уже наверное часть 4 но с новым проектом есть у нас вот такой вот вы видели на распаковочке грузовичок но его надо переделать вот радиоуправляемый модель такая интересненькая копейненькая масштаб масштабные все у не открывается и чего и человечка туда можно посадить такая хорошенькая вот и сегодня я хотел ее немножечко разобрать посмотреть что и как у нее устроена что снимается и какие запчасти к ней докупать возьмем обычную отверточку потому что эти модели идут на защелках так и мы начнем с прицепа раз есть вторая сторона отстегнута отщелкнулась одна сторона что-то отщелкнулась все снялась это снялся народ ну что я снял спереди вот еще интересная крепежечка было так вам в сторонку так ну вот вот получается наша основная платформа наша платформа все 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 здесь на защелках поэтому все я снимать не буду теперь это еще немножко еще что-то отстегивается сейчас будем смотреть что вот защелка какая-то передняя подвеска держится тоже на на двух защелках их надо отогнуть и оно выйдет так что-то есть так снял так зад походу уже все тут ничего не разборное только пилить так смотрим что спереди снялась у нас вот такая вот часть думал резьба но нет не резьба по резьбе она не вышла бы так так вот смотрите тут что у нас такое уплотнение так для чего затеяна вся эта разборка так вот она вот эта часть у нас чтобы не защелкнуть ее туда вдруг заказал вот такую вот вот смотрите и нам сейчас с вами надо прикинуть если мы снимаем и ставим ее сюда какие наши действия какие наши действия если мы снимаем и ставим ее впритык то машина опускается высоте но колеса уже будут крутиться и нам надо это все дело внедрить сюда вот так вот повыше сейчас еще раз проверим какая высота была здесь так у нас получается 35 миллиметров до бампера мы это дело вытаскиваем все берем пассатижи так надо тиски так сняли колесом второе ось так смотрим значит подкидываем тягу эту вообще вот тут вот есть она будет стоять вообще идеально так выкидываем выкидываем и сразу видно то что намного ниже на полтора сантиметра упала она вниз соответственно нам надо будет спилить вот этот верх и прикрутить ее сюда уже модное так смотрим что у нас здесь будет так народ смотрите если я ставлю тягу обратной стороной то высота у нее сохраняется и получается у нас вон у нас козырек еще поднимается пускается и получается то что все у нас здесь становится кабин конечно сядет пониже вот и поворот у нас будет единственное что надо будет смотреть по углу выворота потому что вообще в принципе вот колесо хорошо ходит так ну ладно первую часть мы посмотрели тяха сюда нормально встает значит что у нас дальше вот эту штуку придется мне как-то распилить чтобы брызговики вот остались все таки тут копеечина немножко есть сейчас посмотрим сколько мы где чего отпиливаем вот поскольку чтобы она туда встала и будем уже смотреть по высоте а сейчас мы разберем задние мост заднюю часть и примерим туда другие мосты так это пока в сторону так значит что мы делаем мы берем аккуратно снимаем такая снимется не получается у меня ничего снять сейчас мы возьмем дремень и выпилим подосик так я самое главное не померил у нас ширина была 185 миллиметров 185 миллиметров с этой тягой у нас получается 200 сейчас посмотрим так одну извлекли вторую извлекли и заодно сразу нет это я буду ножовкой что я хочу сюда поставить мастерди тоже все это будет убираться лучше это будет придумываться поэтому я не стал сразу спиливать сейчас я разберу с этим есть у меня вот такой вот мост мосты от hg hg henguan что планирую планирую сюда поставить небольшую заглушечку вот чтобы он тут сдавливало подшипники вовнутрь поставить и получается видите мост уже поменьше сейчас мы посмотрим так снял я все колеса колеса и давайте просто прикинем докуда она это колесо одевается вот раз вот два все колеса оделись как вы помните у нас было 180 сейчас получается 230 230 вперед 200 и того 3 сантиметра так ну тут смотрите что мы будем делать вот здесь тыкается у нас спереди здесь да так смотрите минимальное расстояние которое мы можем получить от этих мостов получается мы берем без резьбы резьба будет у нас снаружи колеса ну я вам так и скажу примерно так она получается 200 200 вот а здесь нам надо будет делать сверлить насквозь и отсюда мы будем фиксировать шплинтом каким-то колесо это либо грубо говоря болт будет потому что смотрите покрышка как бы здесь гнется на первое время мы сразу будем использовать эти колеса потом то может быть мы и что-то переделаем но пока что это будет выглядеть вот так вот в принципе очень даже симпатично смотрится так ну ребят 200 все таки многовато 200 ширина многовато надо будет хотя бы сделать прийти к знаменателю но это мы можем к знаменателю 190 здесь мы можем немножечко подпилить эту часть колесо тогда денется дальше и тогда у нас получится немножко ладно не знаю пока еще додумки ориентировочно вот так вот это начнется сейчас я поставлю все на данном этапе мы дошли до того что померили переднюю балку сейчас будет все разваливаться мне ничего страшного вот сейчас вот так я развернул померили переднюю балку померили заднюю у нас теперь есть думки что нам делать значит с мостами как их крепить что делать как делать подвеску куда амортизаторы ставить рессор или сюда ставить скорее всего что и будет вот так что будем потихонечку думать размышлять но вот это вот все следующей серии мы с вами отпилим все ненужное все 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 будем пилить и подгонять ну все всем пока спасибо за просмотр спасибо за просмотр и